Звёзды Пыль надо мною, пьёшься душа моя Пыль надо мною, пыль надо мною Не узнаю в лунном свете я близкие сердцу края Чёрные избы застыли под белой луною Тыль подо мною, тыль подо мною Стонешь, родная земля Пыль подо мною, пыль подо мною Тыль подо мною, тыль подо мною Стонешь, родная земля Пыль подо мною, пыль подо мною Пыль подо мною, пыль подо мною Что ж мне опять в конском топоте Чудится песнь соловья Сердцу в холодной ночи не давая покоя Тыль предо мною, тыль предо мною Стала любовь моя Тыль предо мною, тыль предо мною Стала любовь моя Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Нота мы» телекомпании «Тонус» Сегодня у нас в гостях поэт Алексей Шмелёв У нас сегодня не первая встреча Первая встреча у нас состоялась Где-то больше 10 лет назад Мы так прикидывали, по-моему, в 2011 году Алексей был у нас в студии И, кстати, вот эта песня, по-моему, звучала как раз тогда А потом прошло много времени И возникла у нас идея встретиться снова Ну, расскажи немножко, как вот жилось тебе все эти годы Что мы не виделись, чем ты занимался И, как говорится, ну, в плане творческом прежде всего Очень по-разному Я благодарен телекомпании «Тонус» за то, что Фактически эта песня «Пыль» Вот тогда в 2011 или 2010 году, не помню Она так и осталась единственной качественной записью Которая вот фактически и ходит по интернету И мой хороший друг, бригадир 1-го строя отряда Цельная 55, Анатолий Суслин Тогда, когда услышал эту запись Он просто заплакал и говорит «Ты так больше не споешь» Он говорит «Оцени, как тебя сняли, как тебя записали» Вот, поэтому с неё было начать очень символично А жизнь была очень разной Я отложил гитару фактически после 2011 или 2012 года И начал писать стихи в основном Потому что понял, что поэтический текст и песенный текст Это немножко разные вещи Ну, да, конечно, это разные вещи Да, но тем не менее Ну, тогда почитай что-нибудь тогда Хорошо Мир от греха ослеп, оглох, стал грубым, как керза Когда в хлеву родился Бог и приоткрыл глаза И под мерцание комет и отблески луны Бог в первый раз увидел свет с обратной стороны И ощутил тепло от рук и в нос ударил пот Бог в первый раз узнал, как звук звучит наоборот Он начал изучать азы и ощутил тоску Прижав беспомощный язык к шершавому соску О, дева, радостнее будь тебе страдать за двух Иначе миру не вернуть и зрение, и слух Ты уже сказал мне, что за это время ты успел жениться У тебя ребенок родился, да? Да, очень сильно изменил моя жизнь Ну, да, ну это, да, то есть это такие вещи, которые меняют жизнь Ну, хорошо, давай еще что-нибудь тогда Ну, я еще тогда просто почитаю стихов Да, давай Почему я отложил гитару? Потому что я вдруг начал после рождения сына После ухода из творческой среды на стройку Я начал как раз, когда вот я сказал, что все, ладно Пофиг на эти стихи Вот буду заниматься другими вещами Как раз стихи начали и приходить в этот момент То есть такая И вот этот метод, да, на границе сознания-подсознания Вот я все время вот Бродского читал Как язык выводит ускоренное сознание Вот как Бродский говорил, язык ведет Не смысл, а язык И вот как раз тогда начал этот метод как-то Приходить, он начал совершенствоваться И в итоге написались вот уже стихи, которые Я писал по-другому, нежели песни вот до этого момента В апельсиновых рощах холодный туман Сквозь который к тебе пробираюсь на ощупь Что казалось бы проще, когда ты шаман Пить глазами туман в апельсиновых рощах Разбуди меня завтра, создатель игры В доме с окнами в сад, переполненный светом И верандой на самой вершине горы Любоваться на небе вчерашней планетой Посмотри, как прекрасен и крепок мой сон В нем любимая женщина дарит мне сына И глаза у него ярче тысячи солнц И какие на ветках висят апельсины Я всю жизнь сюда шел, от зари до зари Сколько раз я себе представлял эту рощу Где-то там, а она оказалась внутри Прямо в сердце моем, что казалось бы проще А апельсиновые рощи это, в принципе, какой-то Главный образ всего моего творчества Я бы, наверное, книгу такую итоговую так и назвал Я назвал первую книгу «Апельсиновые рощи» Там были еще такие совсем детские вещи И вот последнюю я, наверное, тоже назвал бы «Апельсиновые рощи» И как раз про «Апельсиновые рощи» Это рефрен к песне, которая была написана Как раз примерно тогда, когда мы первую передачу снимали Но я тогда ее, по-моему, не спел Вот я сейчас ее хочу спеть Да, давай Пусть увидите теперь вы То, как бледный, словно снег В самом сердце дикой сельвы Смотрит в небо человек На лице, как на ладони Вся судьба его видна Уж кто-кто, а он-то помнит Для чего пришел сюда И в руке своей сжимает Полувыцветший берет Уж кто-кто, а он-то знает Что назад дороги нет Можно было жить попроще Спать в шелку, а не в пыли Но апельсиновые рощи Но апельсиновые рощи Снова грезятся вдали И вроде все идет как надо Лишь не ясно, почему Вот уже три ночи к ряду Снится тот же сон ему Как под небом Санта-Клары Тихо женщина поет Оставайся здесь, Гевара Там тебя никто не ждет Как под небом Санта-Клары Тихо женщина поет Оставайся здесь, Гевара Там тебя никто не ждет Интересно, я так сейчас это процитирую Апельсиновые рощи Откуда у парня испанская грусть Вот это вот Гренада, Гренада, Гренада Но просто смысл Как говорится Понятно почему Наверное у нас может быть Местность такая располагающая Погода сложная Климат такой непростой Потому что Как вот Ребята там из Великого Устюга Куда-то ходили там за три моря Ну надо же чтобы что-то вело То есть нужна какая-то цель Эти так к нам не сильно там приходили Потому что у них и так там хорошо Не знаю, у меня такие сейчас ассоциации возникли Ну потому что многие на самом деле Наши поэты там пишут Про всякие там Теплые края Про апельсиновые рощи Которых они вот В такой-то обычной жизни Особо-то и не видели никогда Может быть Ну хорошо, давай дальше что-нибудь Все тебе не хватает чего-то Все меняешь за городом город И работа тебе не работа Да и повод Как будто не повод Эта женщина рядом с тобою Есть красивее, кто бы спорил Да и то, что зовется судьбою Лучше было бы встретить у моря И понять, нет любви безответной Потому что любовь есть служение И что только движение бессмертно Потому что рождает движение Оглянись на себя не во гневе В этом городе ты еще не был И расти, как растут деревья Одновременно в землю и в небо От горных вершин до земных низин Повсюду следы наших лап Господи, я не кудышный сын Я не кудышный раб Я не умею, как царь Давид Петь для тебя псалмы Господи, мой непотребен вид Мысли мои хромы Знаю твой мир справедлив и прост Не мыслю о мире ином Вот только, когда начинается пост Приходят друзья с вином Так и припремся оравой всей Мы на небесный трап Папа, я в гости позвал друзей Мы правда тихонько Папа Да, как раз пост Сегодня у нас еще день космонавтики Праздник такой У тебя нет ничего в тему? У меня совсем старенькое было С которым я выиграл конкурс Как раз к ней космонавтики Меня свозили на Байконур Я смотрел запасы ракеты Ну вообще Я сейчас его не вспомню Это одно из самых первых стихотворений Вообще, которое я написал Это было, не знаю, 2006 Наверное Да сколько тебе лет было? Ну, в восемнадцатом, наверное А, ну то есть Восемнадцать-девятнадцать То есть ты написал стихотворение И в результате съездил это самое Я сейчас могу так вот Если близко там Про звезды Если в тебе не растопит звезда Черную корку льда Ты, мой хороший, вернешься сюда Снова вернешься сюда Заново В вырванное небо лоскут Будешь в зародыш зашит И извлекут тебя И нарекут Тут Во спасение души Маму и папу за руки держи Крепче держи Вспоминай Сны Миражи Полусны Миражи Горы Тибета Синай Это такая, мой мальчик, игра Нет в мире славы мирской Вспомни себя И смотри Как гора Станет волною Морской Здорово У меня такой интересный Был случай Один раз всего Меня попросили написать песню Для Фильма Ну не песню Даже стихотворение А потом На него должны были написать музыку Прислали сценарий Он там был очень большой Там Великая Отечественная война Парни забирают на фронт И я говорю А если вот Ну коротко скажите Ну потому что я говорю Я не смогу прочитать все это Он говорит Ну вот он в хоре пел Где-то там Возлюбленная И вот на фронт он ушел Вот такие вводные Я говорю Ну это достаточно Более чем Я написал стихотворение Отправил Не знаю Но попало в фильм Был ли снят фильм Даже как-то не Не мониторил всю эту ситуацию Но Потом еще сам Как-то мотивчик в голове родился А я вот Ну денег заплатили или нет? Нет конечно Нет ну что значит Конечно Да нет Мало ли то есть Для меня если Мое стихотворение Услышит Вся Россия Это дороже любых денег Ну это Это то понятно Ну ладно Ну ладно Поэтому вот я такой мотивчик написал Вот Тьма Тьма стоит над землей непроглядная Не отыщешь у неба края Спи спокойно моя ненаглядная Синеглазая радость моя Крепко спи не убит и не ранен я И почти что привык воевать Нас пришла убивать Не Германия Нас безбожье пришло убивать Если честно мне вовсе не верится До сих пор что я все еще жив На войне не до песен но вертится В голове позабытый мотив Он черемухой пахнет И сливами Он растет из начала Начал Он должно быть из детства Счастливого В школьном хоре Похожий звучал Тара-тара-тара-тара-тара-тара-таратара-тара тара-тара-тара-тара-т Ну хорошо Давай еще. Ты откроешь глаза и наутро не вспомнишь об этом. Только пение птиц, только солнечный луч на столе. Я смотрю, у тебя много в текстах о Боге, о грехе. Как-то так. Не специально. Я говорю, когда, ну такой период был, когда уход от сюжетики, уход от какой-то поставленной задачи. На эту тему сейчас хочу написать. Просто белый лист и вот что внутри. То есть ты когда, вначале, когда писал песни, ты как бы придумывал какую-то тему и на эту тему писал какую-то песню. Не тему, а когда песни, там такой формат. Я считаю, что песенный текст отличается от стихотворного плотностью самого по себе текста. Потому что в песне, песня она должна петься. И если музыка не усиливает текст, то значит она не нужна. Потому что очень часто бывает, когда просто мотив наложен на текст. И что текст, что с музыкой, что без музыки. Можно и так читать. И песни, они в основном рождались так, что там приходила строчка. Вот ты ходишь с ней там тыль надо мной, пыль надо мной. И вот ты с ней целый день тыль пыль, тыль пыль. И потом уже там начинается как бы на границе, наверное, все равно сознание и подсознание. Но все же все-таки больше в сознании. Потому что ты очень хорошо понимаешь, что ты сейчас хочешь сказать. И вот уже начинаешь чисто технически вот это зерно, которое изначально свалилось, проращивать. А в стихотворном тексте не так. То есть там, грубо говоря, у меня был... Как это происходит там? Там индейцы с племени майя смотрел, как стекает вода по стеклам пустого трамвая, идущего в никуда. Наряд его был размалеван, сиял над макушкой нимб. И словно в стихе Гумилева пыла его жизнь перед ним. То есть это так немножко в сознании все более-менее такая зарисовочка. А потом дальше вдруг, когда вот температура разогревается, в том месте, где раньше был Лейпциг, откуда-то эта строчка свалилась, я не понимаю откуда. И уже начинается за нее цепляться какие-то индейцы. То есть они откуда-то берутся, и дальше, буквально за секунду, получается четверостиша, которую я даже не думал в ту сторону вести. Там в том месте, где раньше был Лейпциг, а может Монако какой, ему улыбались индейцы с какой-то славянской тоской. То есть и все. И как бы вот я там славян и индейцев не планировал туда как бы вплетать. А оно само вплетается. Вот метод. Ну да, это какие-то такие чудеса. Я вот тоже. Ну, во-первых, поэтический текст это такая какая-то, как сказать, как формула математическая. То есть это какая-то такая сокращенная и утрамбованная какая-то такая... Не, не буду ничего говорить. Не, я не этот самый, не критик. Я не умею формулировки эти выдавать. Просто мне это нравится. Я вот буду делать то, что делаю всегда. Да, у меня один критерий. Вот цепляет, не цепляет. Вот объяснить не могу словами. Вот одно слушаешь и цепляет. Вот как бы что-то, как это самое... Что-то звучит в ответ, да, внутри. А бывает такое, что ну как бы холодная душа остается, не цепляет. Я, кстати, только одну песню написал вот за эти там 11 лет. Так, осознанно песню. Селась и написалась. Попробую сейчас ее тоже вспомнить. Жизнь это белое полотно, Тело проекта, а в нем кино умно. Вроде на совесть сюжет вязал, Вроде заполненный кинозал, темно. Смотри, вот ты, вот тоже ты, Все эти кадры прожиты. Смотри, вот ты, вот тоже ты, Все эти кадры прожиты. Мог ли представить когда-то я, Как ты прекрасна, любовь моя, моя, Ярким лучом разрезает тьму, Я не отдам тебя никому. Вот так. Смотри, вот мы, вот тоже мы, Светлые и не, и тоже мы. Смотри, вот мы, вот тоже мы, Светлые и не, и тоже мы. Ну, это песня написана была По какому-то поводу или просто? Просто, вот тоже сваливается, Тоже мы, Светлые и не, и тоже мы. И все, как бы, и там, не то, что слово там, Точку негде вставить, оно как влитое. Когда такие вещи сваливаются, Очень интересно с ними работать. Ну, хорошо, давай еще. Стихов еще. Казалось, вот он, Бог, Вложи персты и веруй, И жил в монастыре, и чудеса узрел, Чего ж тебе еще, ни в чем не знавшие меры, Каких тебе еще от Бога надо дел? От Бога моего я дел, не жду ей Богу, Я знаю, что Он ждет с гостинцами меня, И я Ему несу к великому итогу На блюдце золотом свои четыре дня. В день первый у меня родился сын мой первый, И не родился сын второй мой в день второй, Ну, а на третий день во укрепление веры Склонился в церкви я над мертвой сестрой, А после шел к нему, Я ни живым, ни мертвым, Ни мертвым, ни живым шел к Богу своему, С гостинцами тремя, За днем своим четвертым. Я все Ему отдам, Я все отдам Ему. Так, и чудовый. Толпа, кричавшая, распни, Сегодня, говорит, воскресни. Я помню лес, я вижу пни, И мне уже неинтересно. Вы, ненавидящие свет, И всех, кто молится иначе, Вы здесь сейчас, Но вас здесь нет, Пока в хлеву младенец плачет. Есть, кто живой здесь, Оттвори, И выйдет ангел мне навстречу, И скажет ангел, Говори, И я за все Ему отвечу. Где петляет дорога И домов серпантин, Три постбрехтовских Бога Заглянули в один. В нем, глухая на ухо И слепая почти, Их встречала старуха У горящей печи. Спрятав взгляд в половице, От старушьих сидин, И чего ей не спится, Удивился один. Ох ты, Господи Боже, Добрый Боженька мой! Не устала, похоже, Оглянулся второй. Бесполезный и лишний Третий сел на кровать, Что-то мужа не слышно И детей не видать. В чем нужда ей Бескрылый, кроме спичек и дров? Тихо топку закрыла И не стало богов. А что такое постбрехтовских? Брехта... Ну, Брехта я в курсе, Я помню. Добрый человек из Сизуанова У него было три бога. А это постбрехтовские. Все. Добрый человек из Сизуанова уже. Ну, у меня больше это, Трехгрошовая опера, Трехгрошовый роман, Это, ну, как бы, Ну, мой, мой Брехт. То есть, ну, ты сам. Мы когда-то делали спектакль, Вот, я там играл роль Короля нищих, Джонатана Джеремея Пичема. Мое дело слишком сложно, Ибо мое дело это Возбуждать человеческое сострадание. Есть вещи, которые могут тронуть Человеческие сердца, Но их немного. Ох, как немного. И вся беда в том, Что они очень быстро изнашиваются. Да. Ну, ладно, это я так. Да, я вспомнил. Добрый человек из Сизуана. Я на Таганке видел спектакль Когда-то в детстве. Вот. Ну, что-то я плохо помню вот прям. Ну, то есть, Я помню какое-то эмоциональное состояние такое, А содержание плохо помню. Я, по-моему, в школе еще учился. Угу. Ну, хорошо, давай. Песня на стихи Леонида Губанова, Автор музыки Елена Фролова. А, она, кстати, была у меня Буквально две недели назад Мы ее снимали, по-моему. Вот очень эта песня у меня сейчас близка, Я не знаю, Я так вот все время тоже хожу, напеваю. Я беру кривоногое лето коня, Как горбушку беру, Только кончится вздох, Белый пруд твоих рук, Как он хочет меня. Ну, а вечер и бог, Ну, а вечер и бог, Знаю я, что меня Берегут на потом, И в прихожей, где чахла, Целуются свечи, Оставляют меня Гениальным пальто, Выгребая всю мелочь, На творческий вечер Я стою посреди Анекдотов и ласк, Только кончится вздох, Только ревность прибудет Серый конь моих глаз, Серый конь моих глаз, Кто-то влюбится в вас И овесно придумает, Только ты мне верь, Не ходи до конца В тихий траурный дворик люблю, Ведь на медные деньги Чужого лица Даже грусть я тебе Не куплю Осыпаются руки, Идут по домам, Низкорослые песни поют, Люди сходят с ума, Люди сходят с ума, Но коней за собой Не ведут, Снова лес обо мне Называют купцом, Говорят, что смешон Искуласт, Но стоит, как свеча Над убитым лицом Серый конь моих глаз, Серый конь моих глаз, Я беру кривоногое лето коня, Как он плох, Как он плох, Как он плох, Белый пруд твоих рук Не желает понять, Ну а бог, Ну а бог, Ну а бог! У Бережкова, по-моему, Тоже есть какой-то вариант Музыкальный, да, То есть на эти стихи, Но что-то я... Или это он просто стихи читал, Не помню. Еще одна песня, С которой тоже сейчас В последнее время часто я хожу, Так, напевают. Сергей Курочев, Татарская княжна. Так, сейчас. Люби меня, Татарская княжна, О, тьма веков В глазах твоих наивных, Я до утра, Покуда ночь нежна, Сложу тебе Немало сказок дивных О том, как Рим Послал меня с войной Против тебя, Владычицы Египта, Но я упал Влюбленной головой К твоим ногам И весь мой флот Погиб там О том, как я В Испании Служил Простой солдат Я был Богаче Креза Когда тебя Цыганку Полюбил Так полюбил Что от любви Зарезал Как превратив Легко Полушутя В цветущий сад Родную Иудею Премудрый царь Я плакал Как дитя Над Суламифью Девочкой Моею Как взявшись За руки Смотрели мы Уже с небес Счастливые Как дети Как всем Случившимся Потрясены Братаются Монтеки Скапулети О, сколько раз Как суть Обнажена Ты мне являлась Вновь И исчезала Любовь моя Татарская Книжна Мне стольки Жизни Оказалось Мало Да мало Мне Я новую Начну Несет Мой чел Настрежень Не до весел Ласкай Меня Пока Еще Волну Я в набежа В шую Тебя Не бросил Люби Меня Татарская Книжна Здорово Такая песенка По-моему Он у меня был В фейсбуке В друзьях Сергей хороший Да То есть Это самое Ну хорошо Что еще У нас есть Сейчас еще Попробую Стихи вспомнить Только Только Пеленки Ты сменил На штаны Как закончилась Пленка На бобине Луны Ты готовился К роли И играл На века А итоговый ролик Облака Облака Иже На небесина Будет всем Хорошо Что скажи Кроме сына У тебя за душой Горло Сдавит вина И страх Возьмет за плечо Я не знаю Не знаю Есть ли Что-то Еще Попытка Выйти За границу Не увенчается Добром Купи коктейль На пляже Ницце А лучше Чистый Темный Ром И опрокинь Его на парус Той Что с тобою Делит И пусть Дали Белеет Парус И мачта Гнется И скрипит И пусть В закатном Мягком Свете Чеканя На песке Следы Смеясь Твои Играют Дети Не зная Горя И нужды Пусть Будет Осень Или Лето Не важно Век И день Какой Тому Кто Недостоин Света Порой Даруется Покой Загляни в себя Узнаешь Кто ты Только не умри От удивления Красные Мерцающие Соты И простые Принципы Деления Получая Знания На вырост Есть опасность Получить В придачу Самый древний В этом мире Вирус И пучок Бессонницы На сдачу Человек Доходит До предела А предела Нет на самом Деле Тело Ты пойми Всего лишь Тело Ходит в том Что на него На деле Что же есть Любовь Мой друг Овидий Отчего Она нас очищает Ты уже Достаточно Увидел Даже больше Чем глаза Вмещают Какой это Самый древний Вирус Какой зло Ага Так Очень образно Да То есть А то есть Ты думаешь Это вирус Конечно Да Ну Пока Пока я думаю Так Пока у меня нет Больших Водных Нет оснований Думать по другому Ну хорошо Ладно Так Что еще Могу песенку спичь Давай Спой Очень люблю Вертинского И вот написал Такой ответ Тоже очень давно Уже Ночь Ночь рассыпала Звезды Монеточки Опустились Монетки На дно Что же вы Моя бедная Деточка Так печально Глядите В окно Ни скамеечки Варк Ни горжеточки Ни ночных Переугов Москвы На столе С мармеладом Конфеточки Да Початая Пачка Халвы Ни скамеечки Варк Ни горжеточки Ни ночных Переугов Москвы На столе С мармеладом Конфеточки Да Початая Пачка Халвы Час Пройдет И конфеты Закончатся Вы Возьмете Любимый Роман Да Чего же Вам снова Захочется Оказаться На месте Жоан И Ничто Вашей Маленькой Спаленке Этой Ночью Не радует Глаз За стеной Спит Уставшая Маменька Она Очень Боится За вас Ни скамеечки Варк Ни горжеточки Ни ночных Переугов Москвы Не терзайте Себя Моя Деточка Ведь Никто Вас Не спросит Кто Вы Моя Возьмете 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 Но К сожалению Время нашей передачи Неуклонно Подходит К концу И Поэтому Прежде чем Выйти на Какую-то Финальную Песню Или стихотворение Я попрошу Тебя по нашей традиции Что-нибудь пожелать Нашим зрителям Как сложно Ну да Вот Такой Момент Как в одном Фильме Замысел А то Вот единственный Фильм ДНР Который Донфильм Снял Такой фильм Был замысел Там Один из персонажей Говорит Кто тебе Сказал Ты хоть в одной Книге Видел Что Бог Есть добро Нет А что Нам кричат Со всех страниц Что Бог Есть любовь Вот Я Наверное Пожелаю Между добром И злом Выбирать Любовь Хорошо Спасибо Будем Стараться Всем выдавали Поскрежали И она царапала На скрижаль То как Дружочки Приезжали И расставаться Было Жаль Еще Каркасную Избенку И на воде Закатный Цвет И тонкой Женщины С ребенком На фоне Моря Силуэт Вот экзотические Фрукты Ночное небо Дым костра И брат Играющий В конструктор И с нимбом Старшая сестра И выше неба Мама с папой Среди созвездий Планет Мне говорящие Царапай И яркий свет